Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня у нас с вами прочитанное. Книжек на вид довольно много, но на самом деле все не так страшно. И прежде чем мы, собственно, сразу же книжкам и перейдем, у меня официальное объявление. Этот ролик последний перед стартом марафона, читаю без списка. Следующее видео, которое будет на канале, будет посвящено голосованию в марафоне. Что это такое? Для тех, кто не знает, все будет рассказано в следующем ролике, или вы просто можете найти соответствующие плейлисты, потому что марафон читаю без списков мы проводим на этом канале уже не первый год. А теперь, когда затравочка на следующий ролик уже вброшена, давайте переходить к книжке. И сегодня, за одним небольшим исключением, ролик того типа, который я очень люблю, когда в ролике только хорошие и очень хорошие книжки. Я на самом деле не люблю ругаться, не люблю, когда книжки мне не нравятся. Я уже много раз об этом говорила. Я пролагаю мыслимые и немыслимые усилия, чтобы таких книжек было как можно меньше. И в сегодняшнем ролике, ну, считайте, что их практически не будет. И начнем с того, что покороче, потому что это все-таки третья книга цикла, но несколько слов я, конечно же, скажу. И это Стивен Эриксон. Малозанская книга павших, книга третья, память льда. Как же мне понравился этот том. Я, конечно, должна сказать, я до сих пор среди тех, кому больше нравятся нечетные тома Малозана, чем четные. Хотя, понятно, я прочла всего-то три книжки. Но, как минимум, до четвертого тома включительно здесь будет идти вот это разделение по континентам и по группам участвующих персонажей. То есть они все-таки очень разные и мало пересекаются. И пока что я, конечно, такой прям очень большой фанат именно нечетных циклов, тех, которые происходят в Геннабакисе. Хотя, да, собачья цепь Калтейна, это было невероятно. Но насколько же, насколько же была крута память льда. Я, конечно же, задумалась, почему мне больше нравятся нечетные тома, нежели второй том. Ну, и я знаю, что четвертый том, он тоже будет происходить в Семиграде, то есть в другом месте. И пока что я пришла к выводу, что именно в нечетных томах у нас наряду с персонажами, условно обычными, да, я много раз об этом говорила, что книгу «Цикл Эриксона» отличает наличие персонажей, которые вроде бы не обладают какой-то властью, не обладают каким-то влиянием, богатством. И тем не менее, в абсолютно безнадежных ситуациях, в ситуациях, когда, казалось бы, нет никакой светлой страны, нет никакой борьбы добра и зла, все вокруг плохо, тем не менее, эти персонажи умудряются make the difference, да, то есть они не сдаются, они в рамках даже своей вот маленькой зоны ответственности, они умудряются пойти против системы, против власти, против обстоятельств, ну, против чего угодно, и поменять игру, да, перевернуть стол. Они умудряются повлиять напрямую на, неважно там, на божественные планы, реально, на божественные планы, то есть мы даже не говорим о планах каких-то там правителей, или властителей, или верховных магов, они умудряются поменять божественные планы, потому что они не сдаются. И в нечетных томах Малозана у нас наравне вот с этими персонажами, которые уже, в принципе, вызывают невероятное восхищение и любовь, у нас действуют и персонажи, которые обличены властью, которые бессмертные, которые командуют армиями, которые невероятной магией обладают, там, например, Каладан Брут, например, Дуджик Однорукий, например, Моя Любовь Анамандер Рейк, я очень рада, что я в этого персонажа как-то, знаете, инвестировала эмоционально в Садах Луны, и насколько же круто он раскрылся и показал себя в памяти льда. Так вот, наряду с обычными, да, в кавычках, людьми, у нас действуют, именно в нечетных томах у нас действуют, ну, и такие прям вершители судеб. И мне нравится, как они взаимодействуют вот с этими низшими героями, мне нравится, как они прислушиваются к ним, мне нравится, как они иногда сдерживают себя, да, и иногда меняют свои решения, прислушиваясь к этим героям. То есть они вроде бы очень могущественные, но Эриксон очень здорово показывает, что и их власть, и их мощь имеет свои пределы, и иногда простой человек может больше, чем вот такой вот великий военачальник, который там уже невероятно сколько всего завоевал. Какие здесь мощнейшие эмоциональные столкновения? Здесь было много ситуаций, когда душа прям разрывается, да, и персонаж говорит, нет, я не буду это делать, я на это не согласен, и приходит другой герой и говорит, я сделаю. И ты понимаешь, это стоит ему жизни, и ты понимаешь, он идет на это все равно, то есть он видит чужие, там, страдания, видит чужую боль, и все равно соглашается, все равно идет. Эта книга очень во многом про то, как люди творят невозможное, именно люди, да, не какие-то представители других рас, народов, никакие не бессмертные, как они просто творят невозможное. В памяти льда это выражено невероятно круто. Ну и вишенка на торте, конечно, именно в нечетных томах присутствует дорогой наш Круп. Круп со своим осликом. Я считаю, что это один из шикарнейших вообще фэнтези персонажей, которых я встречала. Плюс мы же не знаем, кто это, и никто не знает, кто это. То есть есть герои, и у нас есть герой, да, даже вот военачальники и прочие, и прочие власть держащие, они не знают, кто такой Круп. Они могут только строить какие-то догадки. У него потрясающая манера речи. И здорово, что он, с одной стороны, казалось бы, думает только о себе, с другой он... Здесь мы видим именно его проявление сострадания, мы видим, как он пытается помочь. С другой стороны, очевидно, что у этого персонажа есть какая-то власть, есть какая-то мощь. И при этом он ее не навязывает, не использует, не пытается с помощью нее что-то достичь, пытается воззвать к человеческому. Это прям невероятно. Плюс мне, конечно, очень интересно, как будет дальше развиваться судьба Ганнаса Парана. Классно поворачивает его судьбу Эриксон. И очень интересное место он ему приготовил, да, в этой книге. И очень интересное решение Паран здесь принимает. Ну, в общем, я в вероятном восторге. Сейчас у меня перерыв от Малозана до осени. Хорошая новость, что осенью Азбука готовит шестой том. Все, продолжается издание. Я очень рада. Ну, и осенью, скорее всего, я буду читать сборник «След крови». Четвертый том «Дом цепей» и пятый том, я уже успела подзабыть его название. То есть, больше трех книг Эриксона за раз это многовато. Но три я думаю осилить, потому что память льда принесла мне огромное количество удовольствия. Сегодня нас с вами ждут две книжки отечественных авторов. Обе мне очень понравились. И про обе, хотя они очень-очень разные, они вышли в разных издательствах. И про обе я буду рассказывать вам с огромным удовольствием. И первая из них это «Наличники Юлии Шляпниковой», которая вышла в Полыне. Вот, знаете, много хочу сказать о том, что именно за такие книги я в последнее время топлю и буду топить, и буду их читать, и буду вам их показывать, потому что эта книга в первую очередь, на мой взгляд, важна не тем, что делают персонажи в этой книжке, да, не сюжетом и героями, хотя и герои, и сюжет здесь очень хорошие, а именно духом. Эта книга, действие которой происходит в Татарстане, и наша главная героиня Аня переезжает из города, здесь он как бы город с большой буквы, но, в общем, очень легко догадаться, что речь идет про Казань. Итак, она переезжает из города в маленький городочек, поселение, да, Джуки Тау. И Джуки Тау такого города сейчас нет, но он был, он был на территории современного Татарстана, тогда еще вообще была Волжская Булгария, и Джуки Тау просуществовал где-то с 10 по 15 век, сейчас от него осталось, ну, городище, да, руины, это памятник, видимо, республиканского значения, я думаю, и они находятся рядом с городом Чистополь, и Чистополь это реально существующий город, и я так полагаю, что автор вдохновлялся именно им, описывала, по некоторым признакам понятно, что она описывает именно Чистополь, но она его вот так вот называет Джуки Тау, и очень здорово в этой книге переплетается вот древняя и современная история Татарстана. Наша главная героиня Аня переезжает из города в Джуки Тау, где живут две ее тетушки, где жила ее бабушка, пока была жива, и она уезжает от драмы разбитого сердца, да, плохо она рассталась со своим молодым человеком, она работает на фрилансе, и она собирается писать свою вторую книгу, у нее была первая книга, она неплохо продавалась, редактор ждет от Ани вторую книжку, а у Ани как бы чистый лист, да, писательский блок, она не понимает, о чем писать, и пока она сидит в Джуки Тау, да, навещает тетушек, гуляет по городу, она замечает дома с красивыми наличниками, с резными наличниками, она начинает их просто сама для себя фотографировать, и ведет блог, ведет просто блог, некоммерческий, где показывает красивые наличники своего города, и однажды, около одного из домов, она останавливается, чтобы сфотографировать наличники, и из дома выходит очень пожилая женщина, старушка, которая явно принимает Аню за кого-то другого, так Аня, со старушкой она особо не знакомится, но она знакомится с ее внуком, которого зовут Руслан, и он историк, так начинается история их отношений, и так начинается разгадка тайны, которая связывает их семьи, вот, на мой взгляд, это аннотация максимально, максимально приближенная к бесспойлерной, потому что я очень-очень вам не рекомендую читать до конца аннотацию к наличникам, а не спойлерят всю книгу, то есть, даже вот так вот поворот, который происходит на последние сотни страниц, и то про спойлеры в этой аннотации, у меня вопрос, кто ее писал, кто писал эту аннотацию, кто проверял эту аннотацию, ну, то есть, она просто, как бы, все секреты книжки она раскрывает, и я не понимаю, зачем это было сделано, у меня уже, уже появились такие подозрения, да, когда я начала читать, и я вас предупреждаю, аннотация к этой книжке это прям один большой спойлер, кроме того, у нас здесь есть и фан-допущение, потому что Аня, у них в роду передаются, ну, некие странные способности, они проявляются по-разному у разных представителей семьи, у некоторых вообще никак ничего не проявляется, Аня видит умерших, она видит свою маму, она видит свою бабушку, она видит какую-то женщину на лестничной площадке, не то, чтобы эти призраки ей как-то докучали, ну, они просто есть в этой жизни, Аня старается, да, об этом помалкивать, и она знакомится с Русланом, и именно знакомство, то, что Руслан так хорошо разбирается в архивах, да, может ей помочь, наводит Аню на мысль, что ее следующая книга, возможно, будет вдохновлена, да, историей ее семьи, то есть она хочет покопаться и узнать больше о своих корнях. Так вот, эта книга, помимо замечательных героев, Ани и Руслан, прекрасные, прекрасные молодые персонажи, про них было очень интересно читать, помимо очень хорошего языка, для меня эта книга, в первую очередь, об этом месте, о Джуки Тао, о памяти, о памяти, об истории, о том, как важно это хранить, о том, как важно это беречь, может быть, переосмысливать что-то, отпускать, что-то перерабатывать, да, создавать что-то новое, но важно не закидать все это, да, каким-то хламом, хламом современности, и чтобы это навсегда осталось погребено в куче мусора. Вот для меня это книга о конкретном регионе, да, о конкретном маленьком, пусть, месте, которое, тем не менее, прям наполнено историей, дышит ею. Кстати говоря, как я поняла, что, ну, окончательно поняла, да, то есть я, конечно же, сразу погуглила, что за Джуки Тау, но окончательно поняла, что Чистополь, да, и Джуки Тау, конечно, по упоминанию о музеях, дело в том, что, вот, я не знала до этого о городе Чистополе, а это как раз был город, куда эвакуировали дом писателей, когда была Великая Отечественная война, и от многих писателей, там сохранилась, ну, вы знаете, по комнатушке, где они жили, и там, соответственно, есть, ну, музей-квартира, да, или дом-музей, о многих известных писателях 20 века наших, там сохранилась память. Вот, я очень-очень рекомендую эту книгу, я рекомендую всем, здесь нет вообще какого-то, ну, рейтинга, да, то есть 12+, если хотите, нет никаких там бранных слов, нет никаких жестоких сцен, это замечательная, милая история, с одной стороны, очень переживаешь за персонажей, которые у них, и помимо, да, тяжелого, там, семейного прошлого, у них есть и свои боли, у них есть свои трагедии, да, которые тоже надо пережить и переосмыслить, и как они находят друг в друге поддержку, как они разрешают себе, да, быть счастливыми, про это тоже в книге очень много всего и очень много про замечательный город Чистополь слэш Джуки Тау, да, в котором все это происходит, поэтому книжка мне очень понравилась, я желаю, это, я так понимаю, авторский дебют, и я желаю автору дальнейших успехов, буду рада прочесть еще какую-нибудь книгу Юлии, и спасибо большое издательству Полынь за то, что они ее издали. А в мае я, наконец-то, закрыла еще один цикл, я в этом году по циклам большая молодец, и это, конечно, были лунные хроники Марисы Мэйр, в общем, я и не скрывала, да, что собираюсь их прочесть одним скопом, так их и нужно читать, это у нас 4 книги, плюс бонусная книжка «Звезды над нами», о ней чуть позже. Давайте сначала про основной цикл, кто совсем не в курсе. Это такая одна большая история, один большой ритейлинг, который составлен из 4 сказок, да, у нас здесь Золушка, Красная Шапочка, Рапунцель и Белоснежка, но это не 4 разных сюжета, да, это один большой сюжет, где с каждым томом у вас добавляются новые персонажи, старые продолжают здесь действовать, у нас один антагонист на всю историю, и в конце, соответственно, у нас получается одно такое большое разрешение, да, один большой финал для всех. И у нас, соответственно, 4 героини, соответствующие этим книгам, и у нас 4 пары, потому что за исключением «Красные шапочки» понятно, что все это романтические истории, но «Красные шапочки» автор тоже дала пару, не пропадать же ей одной со скуки. И у нас это далекое космическое будущее, у нас есть на Земле несколько крупных государств, и у нас есть государство на Луне. И именно лунная королева Ливана, она является главным антагонистом этой истории, потому что она мечтает, ну, в общем, и над Землей получить контроль. А начинается все с книги «Золушка», где мы встречаем киборга, то есть человека, у которого достаточно большой процент организма замещен механическими частями, мы встречаем киборга, которую зовут Зола. Она живет с мачехой и двумя мачехиными дочками, как можно догадаться, и она работает механиком, то есть она принадлежит по факту этой семье, она не особо в этом мире киборгом. Киборги не совсем самостоятельные люди, то есть у них есть некий опекун, хозяин, с которым у них контракт, и без которого они, ну, по сути, бесправные существа, хотя у них нормальный взрослый человеческий мозг. И Зола работает механиком, чинит всяких андроидов, всякие машины, в общем, что принесут, и таким образом деньги она, разумеется, относит мачехи. Так она встречается с принцем Каем, то есть они живут в неком восточном содружестве, и она встречает принца Кая, это наследный принц в данном государстве, он приносит ей своего домашнего дроида, говорит, что вот только что работала, а теперь не работает. Но так как это мой вот любимый, дорогой дроид, я никому из дворцовых механиков его доверить не могу, боюсь. Вот я прочел, что ты самая-самая вот талантливая в этом плане девушка, пожалуйста, помоги. Ну и, как вы понимаете, именно так завязывается первая романтическая линия между, первая романтическая линия в этом цикле, ну а дальше мы уже смотрим на завязки всех остальных циклов. И так как это одна история, то я вам очень рекомендую читать эти все, все четыре книжки, читать их подряд, в том порядке, в котором они идут, и таким образом, и не разбивать их, потому что они бессмысленны, они, по сути, некоторые из них, некоторые из них заканчиваются, ну, плюс-минус, да, в нормальном месте, а некоторые просто посреди каких-то событий, так что это не очень удобно. Что скажу, и, собственно, по этой причине я не буду про каждую книжу что-то говорить, да, я их оцениваю как одну большую эпопею. И, должно сказать, мне понравилось. Вообще, я просто получила чистейшее удовольствие, если я в ближайшее время соберусь и по вашим просьбам сниму какой-нибудь ролик из серии «Книжки на лето», да, то Мариса Мэйр точно туда войдет. Приключения, постоянное действие, романтические парочки, которые, и вместе с тем, да, количество каких-то романтических ми-ми-ми сцен у нас минимально, потому что нам тут опасность угрожает постоянно, да, злой королевы, все ресурсы, а у нас как бы минимум-миниморум, мы должны выживать и должны с ней сражаться, и, в общем, нам не до амуров, вместе с тем, да, уже понятно, кто с кем будет, кто кого любит. И, кстати говоря, на последней книге я даже задумалась, почему меня это не бесит, ведь это же, ну, так предсказуемо. И, конечно же, здесь происходит не у всех, потому что, например, Белоснежка и ее возлюбленный они знают друг друга с детства, но Зола и Красная Шапочка и Рапунцель, они, ну, знакомятся и, по сути, тут же влюбляются. Почему у нас все так быстро, да, и почему меня это не задрожает? Я поняла, что вот тот факт, что это ритейлинг, он абсолютно меня с этими какими-то допущениями примирил, да, сказки. В сказки они же тоже все друг друга вот так влюбляются. То есть я к этому отношусь как к сказке, перенесенной и вот космическое будущее. Я не жду от этого, знаете, какой-то, ну, вот невероятной драмы, чтобы три тома все ходили вокруг да около, да, были какие-то любовные треугольники, и вот, наконец, в конце наши герои такие, нет, я все-таки люблю тебя. Ну, нет, то есть это сказка просто перенесенная в другой антураж с драйвовым сюжетом, с какими-то второстепенными персонажами, которых не было изначально, с забавными ситуациями, с опасными ситуациями, там, погони, перестрелки, похищения, вот это все здесь есть. И я к этому так и относилась, то есть я это читала прям как сказку, и в сказке, да, принцы, принцесса встречают друг друга, и тут же, конечно, они понимают, что они друг друга любят, при том, что здесь есть и пары, которые, ну, вот просто они друг друга любят, а есть пары, которые нравятся друг другу, но они считают, что они не могут быть вместе, у красной шапочки такая ситуация, есть здесь и пара, которая, ну, в общем, проходит даже путь от некой влюбленности к любви, ну, то есть, еще и очень классно, что тут у каждой парочки, тем не менее, своя история, то есть, да, нет какого-то сюрприза для нас, понятно, кто с кем будет, с самого начала, с первой страницы, как мы встречаем этих героев, но вместе с тем, романтическая история у каждого, у каждой пары все-таки своя, также мне понравилось, как Мэйр элементы сказочные имплементировал, да, свою историю, очень здорово, некоторые находки, ну, прям, прям, прям вау, мне очень понравилось, и про бабушку, и про длинные волосы, и про башню, в которой должна сидеть Рапунцель, единственное, да, под конец я стала уже немножко уставать, потому что в сумме-то здесь, вот, хоть и маленькие странички, да, но в сумме-то здесь больше двух тысяч страниц в этой истории, пусть и формата А6, и я уже немножко такая подустала, мы как раз с Аней Букспейс, я читала, Белоснежку дочитывала, мы с ней встречались, и они говорят, что вот именно на Белоснежке я тоже как бы сдулась, я говорю, да, но с другой стороны Белоснежка это финал, где у нас происходит там и революция, и столкновение, и там попытка свергнуть эту королеву, что только не происходит, и я говорю, понимаешь, она не может быть тоненькой, то есть если у нас все вот эти события, нам просто скажут, да, все пришли и такие, давайте сделаем, как бы, давайте ее свергнем, все ее свергли, и жили счастливо, да, сделаем книжку в два раза меньше, тут даже я скажу, не верю, да, то есть тут мой внутренний Станиславский будет орать, потому что, ну, так не работает, и, кстати, ну, структурно Белоснежка очень классная книжка, здесь есть вот прям и взлеты, и падения, вот надежда, что все получится, отличнейшая реализация с этим стеклянным гробом, в котором, в котором оказывается Белоснежка, ну, просто супер, так что я в качестве исключительно, да, развлекательного, драйвового чтения на известные нам с детства сюжеты, я очень-очень рекомендую, прям, было реально в кайф, мозги отдыхают, конечно, когда это читаешь, иногда им это нужно, и буквально два слова я хочу сказать про вот эту книжку, которая, несмотря на то, что я с самого начала понимала, что это 100% фан-сервис, она меня разочаровала, на самом деле, глубоко, что такое «Звезды над нами»? Это рассказы про наших любимых персонажей, это обычно такое вот дополнительное блюдо, да, для фанатов, то есть только для тех, кто прочел «Лунные хроники», без этого книга это не читается, да, сборник этот не читается, примерно то же самое, это должна быть «Серебряная река» у Чакрабортика, до которой я надеюсь как раз в июне тоже добраться, и да, я, то есть я с самого начала понимала, что это вот 9 рассказов, которые для фанатов «Лунные хроники», и я поэтому ее купила, я собиралась вот с этими приятными персонажами, да, провести еще немножко приятного времени, но проблема в том, что мне кажется, даже с точки зрения фаната, а может быть особенно с точки зрения фаната, вот этот сборник, это на 70% какое-то жесткое читерство, ну просто жесткое, потому что здесь 6, всего 9 рассказов, да, из 9 рассказов 6 описывает события, которые мы уже знаем, то есть это сцены, которые вот здесь упоминались, раскрывались, как-то намекалось на их содержание, то есть это не какие-то, ну, не вошедшие истории, да, про наших героев, а это истории, сюжеты, которые мы знаем из основной, из основного цикла, из основной тетралогии, просто их нам немножко раскрыли, да, то есть они здесь упоминались в одном абзаце, или в одном предложении, или, может быть, в одном монологе, а здесь они превратились в рассказик на 30 страниц, но мы, но в этом вообще нет никакого, ну, никакой новизны, это не просто все те же герои, это все те же герои, а иногда и нет, да, иногда это чья-то бабушка, иногда чья-то тетушка, чья-то папа, то есть это даже не всегда, это, это, здесь довольно много рассказов, это приквелы к основной, к основному циклу, но мы прям точно знаем, как это было, мы прям точно знаем, кто в этом участвовал, в этом нет никакой интриги, в этом нет никакого интереса, и только три рассказа из девяти, это какие-то отдельные истории, ну, самостоятельные, и я читала и думала, ну, автор, ну, вот зачем так, то есть неужели, то есть у тебя было только три рассказа, и ты, чтобы добить до форма, объема книги накидала еще шесть, про которые мы все уже знаем, или ты их просто написала, а теперь запихала в книжку оригинальных рассказов, у тебя не хватило на сборник, я не знаю. Но это было, ну, это просто, это просто скучно. То есть это, я хотела, да, вот я провела там 2000 страниц с персонажами, я была не против провести еще пару сотен страниц с ними, но расскажите мне что-нибудь новенькое, да, какая-нибудь поквельная миленькая сценка, которая не поместилась, да, в основной сюжет, которая выпадала из канвы, расскажите мне что-то, что было после, ну, 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 как-то, ну, хоть чуть-чуть. Вместо этого, ну, получилось, что получилось, поэтому я основную, кстати, тетралогию я оставляю, а эта книга, она идет в анхол, потому что я не представляю, в каком измененном сознании нужно быть, чтобы ее еще раз захотеть перечитать. И переходим ко второй книге от отечественного автора. И ту, и другую книгу я получила на нонфике, но только эту книгу я получила прям от автора. И должна сказать, что эта книга мне тоже очень понравилась. Это Славгород Софы Вернер. Напоминаю, что это у нас такой импринт-обложка, который входит в издательский дом Мещерякова, и многие из вас, кстати говоря, я думаю, знают издательский дом Мещерякова. Они издают очень классные детские книжки. Вот если вы видели, очень красивые, Два капитана, Каверина, такая большая, красивая книга, такая белая обложка. Это они. Я думаю, что вам встречались и другие их детские издания. После того, как я уже начала читать Славгород, я решила провести еще небольшой ресерч. Я пошла смотреть, что же издает эта обложка. И обнаружила, что это ни в коем случае не первая их книга. То есть они уже какое-то время втихую их издают. И поразительный факт. Если помните, в конце нашего с вами новогоднего адвента я просила вас порекомендовать отечественных авторов, отечественные книги, которые вы читали, которые вам понравились. Мы тогда делали с вами большой список. Я показывала эти книги на экране. Они были списком под роликом. И вы не поверите, но приличное количество из ваших рекомендаций издано именно в обложке. Очень много фамилий. Ну, потому что я же, конечно, все ваши рекомендации. Сначала я их выписывала, потом я составляла этот список. Конечно, я запомнила. Мне пригляделись эти обложки. Запомнились. И, представляете, я открываю и увидела довольно много книжек, которые вы рекомендовали. Так что, обращаем теперь внимание и на это издательство. Ну, а Славгород, это у нас такая антиутопия. Антиутопия в декорациях закрытого постсоветского городка, который, собственно, называется Славгород. Кстати говоря, у нас есть в стране, это не изобретенный автором-то поним, у нас в стране есть города, которые называются Славгород. Итак, у нас есть закрытый город, с советских времен закрытый, в котором живут гибриды. То есть, помимо того, что там же есть необычные люди, там живут гибриды. То есть, люди, которые получили некоторые гены от животных. Мне безумно понравилось, как автор здесь придумала название для каждого вида. Их не так много. То есть, с собаками, с кошками, с врановыми. Ну, буквально, по-моему, по-моему, видов пять здесь. В конце есть маленький, по-моему, здесь был маленький словарь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть с половиной, потому что здесь есть еще один вид, который на самом деле тоже это псовые гибриды, но они считают себя отдельными. Ну, в общем, всего-то шесть видов. Мне очень понравилось, какие подобрала Софа для них название. И наша главная героиня Гриша Рыкова. Это ни в коем случае, если смотреть с точки зрения главной героини, не Янга Далт, потому что Гриша уже за 30, и ее срок милицейской службы, она всю жизнь отрубила, в милиции ее срок подходит к концу. И в этом достаточно суровом мире, если ты не размножился, то есть если ты сознательно отказался свои гены передавать дальше, то ты подлежишь эвтаназии, ты подписываешь добровольное согласие на эту эвтаназию. И, в общем, у Гриши тикают часики в самом страшном смысле этого слова, потому что близится день, да, когда ей стукнет определенное количество лет, и все. То есть и все, и ей предстоит как бы инъекция. И Гриша неожиданно встречает девушку. И вот если смотреть с точки зрения второй героини, то это да, это во многом Янга Далт. Она встречает девушку, которую зовут Ильяна. И Ильяна у нас избалованная, как сказать, избалованная воспитанница, избалованная дочка олигарха. Можно, наверное, так про нее сказать. Олигарха, насколько это возможно быть олигархом, да, в этом городе. То есть это девушка, которая не знала ни в чем отказа, которая, в общем, жила сытая, пьяная и развлекалась. И вот сейчас у нее очередное развлечение, по мнению Гриши, да, она вступает в ряды революционного движения, которое хочет, чтобы в городе все поменялось, хочет изменить вот эти порядки, эту эксплуатацию гибридов, потому что живут они, ну, в общем, достаточно страшно и бедно. И в городе, опять же, мне очень понравилось, как автор продумала, да, что в городе нет никаких суперсовременных достижений техники, в городе достаточно плохо со снабжением, там, питанием и прочим, и прочим. То есть это еще и такой, знаете, брошенный всеми город и есть силы, которые сознательно блокируют поступление в город каких-то инноваций, технологий, развития, ну, и, соответственно, чтобы про город даже кто-то узнал, это тоже все заблокировано. Итак, Гриша встречает Ильяну, и Ильяна загорается, идея Гришу спасти. То есть, ну, что это такое эвтаназия, да? Ну, как это так добровольно человек соглашается, чтобы его жизнь прекратили. И, ну, дальше у нас начинается сюжет, я вам уже спойлерить не буду, но здесь, конечно, потрясающее столкновение, да, ну, в общем, прагматичный, привыкший к порядку, привыкший, в общем, не роптать, да, довольный своей собачьей жизнью, насколько можно быть довольным, да, Гриши и Ильяна, которая, ну, надо план, да, надо вот что-то делать, и они еще принадлежат к разным подвидам гибридов, что очень тоже классно у Софы показано. Что касается, то есть, у меня вообще мир персонажей, это то, что мне очень понравилось в этой книге, и это то, за что я автору прям ставлю пять с плюсом. Наверное, за сюжет, за стройность сюжета, пять с плюсом я не поставлю, потому что где-то до середины книги вообще все замечательно, а дальше начинаются реализации каких-то странных Ильяниных планов. Во-первых, не всегда понятно, что это ее план, да, во-вторых, они провальные, эти планы, ты должен все время себе напоминать, да, что это просто молодая девчонка, и она, в общем, редко когда способна до конца просчитать последствия своих поступков. Вроде бы ей кажется, что ее план крутой, но ты как взрослый человек, да, читаешь, ты думаешь, что ты творишь, просто что ты творишь, и у Гриши тоже периодически такие мысли. Отдельно хочу сказать, что в этой книге, опять же, меня привлекло, это стиль, это тот случай, когда у автора есть стиль. Я не хочу сейчас сказать, что он всем понравится, и не хочу сказать, что он, знаете, какой-то прям, ну, музыкальный, например, или невероятно глубокий, или метафоричный, нет, просто он есть. И на мой взгляд, это очень классно, когда ты прям чувствуешь, открываешь книгу, там читаешь первые пять-десять страниц, и ты прям чувствуешь, что ты этого автора не спутаешь с другим автором. Там уже дальше можно судить-редить, что вот это хорошо, вот это похуже, но настолько это здорово, когда ты просто это видишь, это, кстати, далеко не всегда видно и у маститых авторов, да, есть, допустим, Патрик Ротфус, который тоже невероятно пишет, и фиг его с кем когда-либо спутаешь, есть, например, в романах Брэндона Сандерсона далеко не всегда ты чувствуешь какой-то, ну, невероятный Сандерсоновский стиль. Иногда это просто хорошее фэнтези, стилистически никак особо не выделяющийся. Книга Софы стилистически выделяется, ты прямо чувствуешь, что у автора есть видение, я думаю, что это именно то, что зацепило редакторов в обложке. Я Софу поздравляю с дебютным романом, спасибо большое еще раз за то, что ты, как это, нашла смелость, я знаю, что для этого нужна смелость, нашла смелость подойти и подарить книгу и, конечно, у нас не было никаких договоров о каких-то отзывах, да, то есть, мне могло не понравиться, всегда есть такой шанс. Тем не менее, я с большим удовольствием вам эту книжку рекомендую, мне было интересно ее читать, несмотря на то, что во второй половине кое-какие моменты скомканные, но, опять же, это вот у меня ощущалось так, что я захочу прочесть эту книгу еще раз и разберусь. Это ни в коем случае не автор там слил что-то или не проработал что-то, это было ощущение, что, ну ладно, я вот сейчас не очень поняла, но эта книга мне понравилась, я ее оставляю и я еще к ней вернусь, потому что очень здоровский мир. Интересно, мечтает ли автор вернуться сюда, да, здесь есть потенциал для сиквела, а с другой стороны, здесь есть и потенциал для того, чтобы эта книга осталась одиночной и законченной историей. Софа, если ты смотришь, мне в общем-то кажется, ты будешь смотреть это видео, напиши, пожалуйста, в комментариях, планируешь ли ты продолжать или это прям вот, вот прямо одиночная книга и дальше герои идут своими путями, такими, какие они для себя выберут. Но я в любом случае очень рада, спасибо большое. В общем, про все, про все центральные книжки я вам, наверное, рассказала, давайте, каратенечко, по крайней мере, начнем с нонфика, я тут, я тут и наконец прочла нонфик, и это были карелло-финские мифы от колевалы и птицы Демиурга до чуди и самов от Владимира Петрухина. Это вот прекрасная серия от мифа, которую я собираю частично, я собираю в основном именно мифы регионов России, ну и других стран, только если это прям какие-то очень интересные мне моменты, вот карелло-финские мифы и румынские мифы у меня еще лежат, которые Асаяна написала. Итак, здесь, в общем, что сказать, это книжка, да, про мифы, про, автор здесь здорово прослеживает общность, несмотря на разнесенность, да, по расстояниям, напоминаю, что карелло-финские, кареллы, финны, мар-2, эстонцы, это вот все когда-то был более тесно связанный этнос, который потом разделился, то есть какие-то народы, да, живут у нас там где-то на Урале, за Уралом, да, а какие-то живут вот тут у нас рядом с Питером. Большое расстояние их разделяется, не менее много общего в языке, много общего в культуре и в мифологии тоже. Про все это замечательно рассказано. Нету, конечно, какой-то единой вот красивой мифологии, так как это в Греции, так как это в древнегерманской мифологии, так как это в египетской мифологии, да, не составить какую-то большую историю и даже Колевала, если кто читал со мной, я думаю, согласитесь, даже Колевала это не очень стройное единое повествование, знаете, от сотворения мира богами до там какого-то финала. Но, тем не менее, автор попытался, да, хотя бы книгу, во-первых, структурировать как-то, во-вторых, он попытался дать отдельно дать отдельно про сотворение мира, опять же, да, про богов и про героев, плюс разделить все-таки территориально, да, то есть у нас там финно-угорские одно, эстонские другое, и как это все переплетено, то есть постоянно есть, есть параллели, да, между верованиями народов, чтобы мы постоянно чувствовали, да, вот эту связь, несмотря на то, что сейчас это уже вообще разные, разные народы, разные страны. Как всегда, замечательно оформлены книги этой серии, их приятно держать в руках, это закладочки лисы, это великолепная печать, здорово здесь все такое, ну, в цвет, да, здесь все стилизовано, все элементы внутри в тот же цвет, что и обложка, так что я жду, когда доберусь до следующих книг, которые у меня куплены, и жду выхода новых, как минимум нас ждут в ближайшее время мифы Дальнего Востока, ну, и, конечно, серию рекомендую, она очень классная, и немножко завидую тем, кто, у кого, у кого хватит терпения собрать ее всю. Еще немного, и этот цикл будет самый официально длинный цикл, который я читаю, мне нужно посмотреть, сколько книжек у Роберта Сальваторе в Темном Эльфе я когда-то прочла, потому что явно Стивен Браст и его Влад Талташ, они наступают Сальваторе на пятки. Я тут в электронном виде, сейчас повешу вам обложечку, я тут в электронном виде считала 17-ю книгу цикла, которая называется Ле Йорн. И 17-я книга, это значит, что, в общем, финал совсем не за горами, потому что изначально, еще давно, Браст говорил нам, что книг будет 19, то есть ему осталось буквально, буквально всего ничего. И должна сказать, что Ле Йорн, он отличается в выгодную сторону от нескольких других последних книжек. Напомню, что это такая большая героическая фэнтези, эпопея, которая рассказывает о некоем мире, который называется Драгейра, где живут, если хотите, эльфы, условно эльфы, потому что они бессмертные, высокие, но не всегда супер прекрасные. И они называют себя людьми. Это такая вот авторская фишечка. Они называют себя людьми. Людей, нас, простых смертных, вот таких же, как мы, таких, как Влад Талтыш, они называют восточниками, относятся к ним с презрением, и всячески, в общем, они скорее люди второго сорта. И главный герой всего этого цикла Влад Талтыш, который, тем не менее, будучи человеком, попадает в единственный из 17, из 17 кланов, если хотите, 17 родов среди этих эльфов, то есть, у них есть 17 родов, каждый род символизируется неким животным, чаще всего это мифическое животное, то есть, придуманное животное Брастом, но есть и привычные нам типа Феникса и Дракона. И единственный дом, в котором мог попасть человек, то есть, быть принятым в этот род, в этот клан, это был дом Джарага. Это дом, каждый из домов держит свою определенную сферу деятельности, и в связи с тем, что для каждого рода свойственны какие-то качества характера здесь. И дом Джарага, он занимался преступной деятельностью, ну и занимается. И это единственный дом, в который принимают любых отщепенцев, как говорится, welcome. И Влад попадает в дом Джарага, и это как раз первые тома этого цикла, которые посвящены его деятельности вот в составе ОПГ, Организованной преступной группировки. Потом уже происходят дальнейшие события, и не всегда Владу с Джарагами по пути. В чем же прелесть Льорнам? Ну, во-первых, в том, что начиная с определенного тома, Браст уже перестал писать все в хронологическом порядке, то есть, если вы заглянете в Википедию, на страницу, посвященную этому циклу, вы увидите, что есть два списка. Список книг, как они вышли в том порядке, в котором они выходили из печати, и список книг, который расположен в хронологическом порядке. То есть, если вы хотите, всю историю Влада Талтыша, вот, как говорится, сначала до текущего момента. И несколько предыдущих книг, они были вот такими вот вставочками, знаете, где-то там, на временной линии, какие-то вбоквельные приключения, которые, ну, с одной стороны, вроде интересно, да, там почитать, с другой стороны, мы знаем, чем это все закончилось, да, это не продвигать основную историю Влада никуда. Льорн, это исключение, потому что, во-первых, это финальная часть по хронологии на данный момент, то есть, мы продвигаемся вперед, а во-вторых, она вдруг, ну, вдруг расширяет интригу, расширяет мир, так нехило, и помимо того, что она кажется с одной стороны очень камерой, она с другой стороны начинает нас уже готовить к некому гранд-финалу. В кои-то веки эта книжка заканчивается, ну, не клиффхенгером, да, но хотя бы некой такой вот зацепочкой, то есть, в конце у нас Владу, его противник, тот, кто выступал против него, говорит из серии, лучше бы я тебя там убил, потому что те, кого ты, те, о ком ты еще не знаешь, они как бы сделают с тобой совсем гораздо более страшные вещи. И Влад такой, о чем речь, а мы, кстати говоря, знаем из книги, о чем речь, и тоже за него, конечно, очень переживаем, но долгое время было ощущение, что, ну, в общем, у нас есть уже вся информация о Драгерии, об этих условных эльфах, да, о том, как все функционирует, и Лиорн, он внезапно, ну, расширяет все это, придает неким событиям предыдущих книг дополнительные смыслы, и читается очень интересно и бодро. Особенностью историй о Владе Талтеше является то, что это у нас повествование от первого лица, главного героя, у которого еще есть ручной джарек по имени Лаеж, это его такой фамильяр, с которым они мышленно ведут диалоги, эти диалоги есть в книжках, и они чаще всего стебутся друг над другом, и это, это, в общем, весело. У Талтеше такой скептический, подтрунивающий над собой, над всеми взгляд, и если как бы не испытывать к этому антипатии, то это доставляет удовольствие, и Брасту удается уже 17 книжек, в общем, выдерживать, выдерживать эту стилистику. Я, безусловно, этот цикл буду дочитывать, потому что мы с циклом о Владе Талтеше ну, практически ровесники. Я должна дождаться, чем закончится. Если вам любопытно, то книги о Владе Талтеше первые, ну, книг, может быть, 6, может быть, 7, у нас точно переводились, и я читала первые книжки на русском, просто когда они закончились на русском, я уже стала читать на английском. Да, это веселенькие переводы из 90-х, но когда я думаю об этом, я понимаю, что если книга действительно интересная, цепляет, то так себе перевод, за исключением, за исключением прям совсем, да, случаев плохих, так себе перевод, он не может остановить читателя, которого зацепила история. Он, ну, может, может что-то так, там, мы можем что-то не так понять, что-то где-то исковеркается, но в основном мы все равно продолжим, если история нас цепляет. И для меня, когда я начинала читать о Владе Талтеше, это было очень-очень давно, но для меня это было именно так, то есть меня меня зацепило, и вот, как видите, мы здесь, да, на 17-й книге, цикл, который, цикл, которому уже очень-очень много лет, и я очень надеюсь, что Браст его допит. И финал, уже финал, мне кажется, в этот раз я умудрилась уложиться меньше, чем в час, ура мне, и финал, это та ложечка дегтя, которая будет в сегодняшней подборке, это книга, которую я не могу назвать очень-очень хорошей, это книга, которую, от которой я не ждала такого подвоха, и которая, скорее, меня разочаровала. Это Луиза Мэй Олкотт и Маленькие женщины, внезапно классика, опять же, я не считаю, что про классику всегда нужно говорить только очень хорошее, если не зашло, то не зашло. И Маленьких женщин я купила после того, как посмотрела фильм, это тот редкий случай, когда я сначала посмотрела кино, а потом решила, что надо прочесть первоисточник, и это тот редчайший случай, на мой взгляд, когда кино-то можно было и ограничиться. То есть, все то, что бесило меня в этой книге, сценарист попросту выкинул из фильма, ну, иначе бы мы бы зевали в кино, он просто все это выкинул, оставил все самое лучшее, что в книге есть, и получился классный фильм. Я сейчас говорю о фильме, который шел у нас зимой 20-го года, он, наверное, 19-го года выхода, да, с цветом молодого Голливуда, который сейчас, ну, какой есть цвет, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Гермиона, у меня муж никак не может выучить Эмму Уотсон, и он называет ее Гермионой. При этом он не смотрел и не читал Гарри Поттера. Вот так, в общем, и там еще много других замечательных актеров актрис было. В чем же проблема, да, у нас 19-й век, Америка, война между Севером и Югом, и у нас бедная семья, состоящая из мамы, миссис Марч, и четырех ее дочек. Они живут, да, и у них еще есть служанка, то есть при всем при этом у них есть служанка, то есть это все-таки не совсем не супер бедные люди, как я вдруг осознала, пока читала книгу. У них есть служанка, и они, тем не менее, мягко сказать, не шокуют, потому что глава семьи находится в театре военных действий. И это история, ну вот, одного года, собственно, первый том, он охватывает примерно год, история жизни, проблем, взросления вот этих вот четырех девочек. Девочки такие же милые, как в кино, да, то есть характеры, персонажи, они здесь замечательные, здесь нормальный язык, не могу сказать, что он какой-то супер, супер выделяющийся, просто здесь хороший язык, здесь все те же замечательные, симпатичные, симпатичные главные героини, и сюжет, он двигается, то есть у нас в каждой главе у нас какая-то ситуация, какие-то проблемы, и тоже у меня к этому нет никаких претензий. Единственное, что абсолютно выбешивало меня просто до пригорания, хотя я должна, обычно я говорю себе, это классика, но, понимаете, одно дело, когда вот были приняты определенные нормы, да, определенные, определенная манера поведения, и сейчас она может вызывать наше негодование, да, но вот тогда вели себя так, и ты говоришь себе, хорошо, тогда так себя вели, ладно, но в этой книге просто невероятное количество на квадратную страницу норовоучений, это не было свойством классики, то есть необязательно классика должна была состоять сплошь из проповедей, вот кто смотрел фильм «Маленькие женщины», вот скажите мне, чувствовали ли вы в фильме, что глава семейства, да, мистер Марч, который отсутствует всю книгу, и он отсутствует весь фильм практически, чувствовали ли вы в фильме, что отец не просто какой-то человек, да, а он капеллан, я не чувствовала, даже если это в фильме было сказано, я не помню такой конкретной реплики, но даже если оно было, мы с вами весь фильм не чувствуем, что это вообще-то семья священника, а не просто какая-то семья, а вот здесь вы не забудете просто ни на одну главу, что это семья священника, потому что мать постоянно поучает дочерей, просто тому, что нужно держать все чувства при себе, тому, что нужно отдавать там последнюю еду бедным, и я не против, если бы она отдавала свою еду, но мы начинаем здесь с первой главы, того, что у нас Рождество, у нас вот просыпаются девочки утром Рождества, их мать навещала какую-то больную женщину с младенцем и с другими детьми, и говорит, вот как им там тяжело, давайте вы отдадите им свой завтрак, и у меня нет вопросов, если бы она только свой завтрак отдала, и даже для старших девочек, а там у нас 16, 15, 13, 11 на начало книги, и в принципе в 16, 15, да, кушать тоже нужно, но, наверное, ну, нормально, перебьются, но 11-летней младшей дочке ей не нужно кушать, как бы, самой-то нет, 13-летней не нужно, ну, то есть, потом, да, здесь она постоянно говорит, чтобы старшая Мэка, она хочет, она любит красиво одеваться, она хотела бы быть более, да, состоятельной, и ей тоже мать все время говорит, чтобы она свое тщеславие не засунула куда подальше, чтобы она об этом не мечтала, чтобы никто из них там никому не завидовал, этого здесь очень много, причем это, знаете, именно не религия, причем удивительно, но это норовоучение практически без религиозных отсылок, то есть, у нас здесь не говорится о том, что там Иисус заповедовал, нет каких-то цитат из Библии, то есть, это не религиозные, ну, вот, там, давайте вспомним какую-то притчу, нет, у нас почти нет отсылок именно конкретно к священному писанию, но у нас постоянно, вот, она постоянно капает именно мозг, то есть, у нас каждая история, да, из каждой главы, условно, по мнению матери, девочки должны извлечь урок, и это вот должен быть урок дополнительного самоуничижения, смирения, и не высовываться, это все не для вас, так себя вести не надо, вот с этими людьми знаться не надо, и ладно, ну, хорошо, она, жена священника, в конце концов, она считает, что вот так нужно воспитывать дочерей, так ведь тут еще и сами девочки начинают читать мировоучения, такие же, как будто они мать, да, берут пример, они начинают читать мировоучения другим своим, своим друзьям, то есть, здесь есть сцена, где Джо, это вот как раз бунтарка, это вот, казалось бы, такая самая свободная душа, она мечтает стать писательницей, она там ведет, у нее даже принимают здесь в публикацию два рассказа, правда, не дают ей за это денег, но все равно она очень счастлива, то есть, она прям такая мечтающая покорить мир, ну, хотя бы своими текстами, но даже она, здесь есть сцена, где она получает своего друга Лори, прям Лори говорит, вот я хожу там, по-моему, бильярд что-то, то есть, он даже не делает ничего такого, она ему прям начинает, что это вот плохо, что ты вот развлекаешься, станешь как один из этих там богатеньких, светских мальчиков и так далее, ну, это, это прям неприятно, просто этого здесь в книге очень много, очень много, здесь же нет каких-то, да, драк, погодь, приключений, расследований, это же просто, ну, описание достаточно тихой семейной жизни, вот этой семьи, и здесь постоянно вот это, вот это вот, капни на мозг, и с одной стороны очень жалко девочек, с другой стороны, ну, не то, чтобы от этой женщины я жду чего-то другого, но автор прям, то есть, это морализаторская книжка, да, это книжка с четкой моралью, которая прям вдалбливается в нас, там, на каждой главе, и в середине главы, и в конце главы, и я, скорее всего, тоже отдаю Иван Холл, мне не хочется ее пересчитывать, я лучше фильм пересмотрю, фильм классный, я его всем рекомендую. Все, поворчала напоследок, на этом прощаюсь с вами, надеюсь, вам было интересно прочитанное, рассказывайте, какие интересные, какие книжки вы читали в последнее время, обсудим, ну, и следующее видео, уже марафон читаю без списка, как быстро пролетела половина года, увидимся!